Как насчет эксперимента? Берем смартфон и делаем фотку. Если мы возьмем изображение с матрицы, так как сама камера увидела снимок, он будет выглядеть вот так. Но на самом деле мы с вами получаем вот такую фотографию. Достаточно большая разница. Вы когда-нибудь задумывались о том, как смартфоны обрабатывают изображение? И почему на такую маленькую матрицу у нас получаются реально крутые снимки? И сегодня поговорим о том, как это устроено. Расскажем о шести этапах, через которые проходит цифровая фотография, прежде чем превратиться в итоговый снимок на смартфоне. Готовы? Это Дройдер, с вами Борис Единский. Погнали! Итак, этап первый. Вы наверняка слышали, что главное в фотографии это свет. Ну что это значит? Он проходит через объектив и попадает на матрицу. А дальше начинается магия. Кстати, в нашем случае магия будет происходить на Galaxy S20 Fun Edition. Позже объясню почему. Мы знаем, что матрица камеры состоит из миллионов пикселей. В данном случае 12. Тут тройная камера, ширик, ультраширик и трехкратный зум. Но мы сперва поговорим про основную, на которой делается большинство снимков. Итак, каждый пиксель, в свою очередь, состоит из множества деталей. Но главная из них — фотодиод. Задача этой штуки — улавливать фотоны света и преобразовывать их в электричество. Но как он это делает? Немного физики. Смотрите, фотодиод состоит из кремния. А кремния — материал интересный. Например, если подать на него ток, он становится чувствительным к электромагнитному излучению в диапазоне от 400 до 1100 нанометров. И прекрасное совпадение заключается в том, что в этот спектр попадает как раз то, что видит человеческий глаз. Правда, немножко меньше. Мы воспринимаем длину волны от 380 до 740 нанометров, а кремний — до 1100. Получается, что он видит практически то же самое, что и мы, плюс еще немного. И это немного называется инфракрасное излучение. Кстати, фан-эдишн идет в шести цветах видимого спектра — синий, красный, оранжевый, белый, мята и лаванда. Ну ладно, как все-таки устроен фотоидиод? Когда фотон света попадает на него, то фотон, проникший внутрь кремния, выбивает электрон, который проваливается в так называемую потенциальную яму или ловушку для электронов. Но главное, подсчитав количество электронов в этой ловушке, мы можем понять, сколько света упало на пиксель. А значит, мы можем определить яркость изображения в этой конкретной точке. Например, если фотонов попало мало, значит пиксель будет черным. Если много, значит белым. И вот тут ключевой момент. На этом этапе матрицы очень важно не растерять ни один фотон света. Чем больше фотонов преобразуется в электроны, тем эффективнее работает матрица. И, положа руку на сердце, еще год-три назад матрицы были не особо эффективны. Где-то на 10 фотонов вырабатывалось 4-6 электронов. Этот показатель называется квантовой эффективностью. И раньше она была 40-60%. Почему так происходит? В основном вы удивитесь, потому что фотоны просто не попадают на фотодиод. Даже несмотря на то, что над каждым пикселем уже давно есть специальная микролинза, которая фокусирует свет в центре пикселя. Все равно много фотонов переотражается, теряется или, хуже того, попадает в соседний пиксель. Из-за чего падала эффективность, появляются перекрестные помехи. Что делать? Эту проблему решила компания Samsung, представив технологию ISOCELL+. По сути, это технология изолированных ячеек. Они со всех сторон нарастили тонкие стенки, которые изолируют один пиксель от другого. Отсюда и ISO в названии. Также Samsung увеличила сами пиксели, но не вширь. Они даже стали немного ближе друг к другу, но при этом увеличилась глубина и, соответственно, его объем, что позволило увеличить емкость потенциальной ямы и тем самым повышать динамический диапазон. Все это позволило увеличить долю работающих фотонов и квантовая эффективность возросла до 120%. И это значит, что один фотон света выпихивает более одного электрона. Отсюда высокая светочувствительность матрицы ISOCELL+. К примеру, в Galaxy S20 FAN Edition или FE стоит самый оптимальный, на мой взгляд, сенсор Samsung. Вот такой. Почему самый оптимальный? Ну, смотрите. Во-первых, разрешение 12 Мп, да больше не надо. Во-вторых, это ISOCELL+. И главное, размер пикселей тут 1.8 мкм. Во многих смартфонах стоит 1.7 или даже 1.4. Поэтому снимки в темноте на этот смарт получаются отличные. Вот пример. Это без ночного режима. А вот с ним. Кстати, другие характеристики у него тоже в порядке. Тут мощный Exynos 990, оптический и трехкратный зум, ультраширик 12 Мп, кстати, хороший. Экран Infinity Ohm 120 Гц, между прочим, не скругленный. Память UFS 3.1, даже у Galaxy S20 3.0. И живучий аккумулятор на 4500. Кстати, прикольно, что такое сочетание параметров смартфона было подобрено в результате опроса, который провел Samsung. И именно поэтому FAN Edition. В общем, вы посмотрите, там в описании есть ссылочка, а мы продолжаем. Окей. Этап номер два. После того, как все электроны собрались в своих потенциальных ямах, нам нужно их все посчитать и оцифровать. То есть получить сырые данные. И для этого есть два варианта. Либо все сырые данные собираются в файли RAW. Такие файлы любят все профессионалы или просто увлеченные фотографы. Потому что с ними можно манипулировать как вздумается. Можно поправить баланс белого, вытягивать тени и даже яркие участки, если повезло. Можно играть с шумодавом и так далее. Но мы снимаем в Pro режиме далеко не всегда и любим фото на смартфоне за те алгоритмы постобработки, которые происходят дальше. Третий этап. Дебайеризация. Что-что? Сейчас объясним. Мы помним, что крем не реагирует на достаточно широкий спектр света, но при этом, знаете что? Он не различает цвета. Поэтому, чтобы получить цветное изображение, на матрицу накладывается матрица цветовых фильтров. Наиболее распространенный вариант компоновки такой сетки это RGB фильтр Bayer, где на каждый синий и красный сектора приходится два зеленых. Это, кстати, интересная особенность восприятия нами изображения. Если хотите отдельный ролик про то, какой свет и цвет и почему мы видим, то прожмите лайк, колокольчик и напишите в комментах. Но проблема вот в чем. В итоге при фильтрации света таким образом на выходе мы получаем мозаику из красных, зеленых и синих пикселей с массой пустых областей. И для того, чтобы восстановить полноценное цветное изображение, нам нужно их заполнить. Причем сделать это в каждом канале цвета, красным, зеленым и синим. Например, один из алгоритмов усредняет значения соседних пикселей, в которых есть данные. И этот процесс и называется дебоеризацией. Раньше этот этап был достаточно прямолинейным, но после появления технологии ISOCELL и других, производители научились делать очень маленькие пиксели размером меньше одного микрона и объединять их в группы по четыре. Такие матрицы называются TetraCELL или даже 9. Это NanoCELL под одним цветовым фильтром, как, кстати, в Galaxy S20 Ultra. Это позволило при недостаточном освещении объединять пиксели в суперпиксели, а днем, наоборот, снимать на полное разрешение, используя алгоритмы дебоеризации. В этом смартфоне все основные модули имеют обычную Bayer структуру, а вот фронталка TetraCELL, поэтому можно выбирать, на какую делать фотки. И вот мы склеили снимок. Думаете, на этом все закончилось? Нет, обработка только начинается. Дальше для того, чтобы повысить динамический диапазон и снизить шум, в бой вступают алгоритмы HDR. Традиционно есть два способа получения HDR-снимка. Это Image Stacking и Image Bracketing. В чем разница? Image Stacking — это когда делается несколько одинаковых снимков подряд, и они объединяются, усредняя значения в каждом пикселе. Зачем склеивать одинаковые снимки, спросите вы? Все просто. Такой способ позволяет сильно уменьшить шум на фотографиях, а также сделать снимок более насыщенным, ведь при усреднении информация о цвете тоже дополняется. Уже после этого можно программно поднять тени, и HDR готов. Но у этого подхода есть недостаток. Прежде всего, много шумов в тенях. Поэтому есть второй вариант — Image Bracketing, или на фото-жаргоне вилка по экспозиции. Тут делается три снимка. Нормальный, пересветленный, чтобы была информация в тенях, и затемненный, чтобы не было засветов. Потом все это сшивается. В итоге получается очень широкий динамический диапазон и насыщенные цвета, но могут возникать эффекты типа гоустинга из-за длинной выдержки. Samsung, судя по всему, использует комбинированный алгоритм, потому что видны преимущества обоих подходов. Причем HDR здесь работает на всех камерах, включая фронталку. И вот у нас получился практически идеальный снимок, и пару лет назад действительно на HDR обработка фотки заканчивалась, пока не появились нейропроцессоры в смартфонах. И тут начинается нейронная обработка. Как это устроено? Еще до того, как вы нажали кнопку «Снять», все, что вы видите на экране, также попадает на дознание в нейропроцессор, который распознает объекты и сцены. И его смысл в том, чтобы работать гибко и помогать камере выбрать идеальные параметры. Например, если в кадре бежит собака, смартфон понизит выдержку, чтобы фото не смазалось. Если вы фотографируете человека, NPU, в данном случае процессора Exynos, автоматически подкорректирует баланс белого, чтобы получился идеальный тон кожи. Более того, после того, как снимок сделан, NPU сегментирует изображение, чтобы добиться наилучшего контраста и текстур для разных объектов. И все это происходит за считанные секунды, благодаря тесной интеграции между нейропроцессором, центральным процессором и ISP, то есть штуки в процессоре, которые отвечают непосредственно за изображение с камеры. Например, при помощи процессора Exynos смартфон может не только делать фотки с размытым фоном, но и размывать фон видео в режиме реального времени. Также разные настройки применяются в зависимости от разной линзы. Например, в ультраширике исправляется оптическое искажение. А при 30-кратном зуме, который умеет делать этот смартфон, используется алгоритм апскейлинга. И уже после всего этого сложного процесса идет финальный этап сохранения финального JPEG-файла. Ура! Причем происходит это мгновенно, но поражает другое. Сейчас смартфоны стали настолько мощными, что могут одновременно делать HDR не с одним снимком, а с несколькими изображениями. Во флагманах Samsung есть функция мультикадр, которая позволяет сделать один клик и одновременно все камеры сделать несколько снимков, снимут видео, а потом нейронка все это нарежет, кадрирует и даже стабилизирует. Кстати, стабилизация SuperSteady здесь тоже крута. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Спасибо, что посмотрели видео и наши фотоматериалы. Пишите в комментариях, что еще вам было бы интересно узнать про работу камер и то, как устроено восприятие изображения. Ну и подписывайтесь, жмите лайк, колокольчик. С вами был Борис Веденский, я Тодроидер и Galaxy S20 FE. Очень, кстати, симпатичненький. До встречи в будущем.